25 глава Евангелия от Матфея сегодня слышали мы. Притча о таланках из беседы святителя Иоанна Затаусова. Но почему в этой притче представлено лицо царя, а в той жениха, то есть впереди притча о десяти девах? Чтобы научить нас тому, как близок Христос к тем девам, которые раздают бедным свое имение. А в этом именно и состоит девство. Потому и Павел так определяет эту добродетель. Незамужнее, говорит он, заботится о Господнем, как угодить Господу. Благочинно и непрестанно, без раздвищения. Послание 1 Коринфянам 7 глава. Это я советую, говорит он. Если же у ангелиста Луки в притче о талантах говорится другое, то я скажу на это, что об одном говорит одна притча, а другом другая. В притче у Луки от одинаковой суммы проистекли различные выгоды. Потому что от одной мины иной приобрел пять, иной десять. Каждый по тому различию получил и награду. Здесь же напротив. И потому награда одинакова. Кто получил два таланта, тот и приобрел два. Равно и то, что получил пять. Пять и приобрел. А там, как от одинаковой суммы, один приобрел более, другой менее. Но по всей справедливости они не удостаиваются и одинаковой награды. Но заметь, что везде и вскоре требуется отчет. Так отдавший виноградник земледельцам хозяин удалился рано и здесь. Раздав деньги, ушел. И все это для того, чтобы показать нам свое долготерпение. Мне же кажется еще, что Христос этим делает намек на воскресение. Но здесь не земледельцев только и виноградник имеет он в виду. А всех вообще делателей. Потому что он рассуждает не с начальниками только и иудеями. Но и со всеми вообще. Возвращающие деньги чистосердечно признаются, что они приобрели и что взяли у господина. Один говорит, господин, пять талантов ты дал мне. А другой два. И показывают этим, что он доставил им случай получить выгоду. И благодарят его все ему приписывая. Что же говорит на это господин? Хорошо, добрый и верный раб. Так как заботиться о пользе ближнего свойственен доброму. В малом ты был врач. Верен. В малом ты был верен. Над ноги тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Этими словами он показывает полное блаженство. Но один из них не так говорит. А как же? Я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь где не сел и забираешь где не рассыпал. И убоявшись пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Что же сказал ему господин его? Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. То есть нужно тебе было с ними посоветоваться и уговориться. Но они не слушают меня. Это не твое дело. Какие слова могут быть снисходительны? Люди не так поступают. Но самого взаимодавца заставляют требовать. Царь же иначе. Он говорит. Надлежало тебе отдать, а не требование представить мне. Я придя, получил бы мое с прибылью. Разумея лихву, проповеди, явление дел. Тебе надлежало сделать более легкое. А мне оставить более трудное. Возьмите у него талант и дайте имеющего 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у имеющего отнимется и то, что имеет. Что же это показывает? Кто получил дар слова и учения для пользы других и не пользуется им, тот погубит и самый дар. Напротив, кто родит о нем, получит еще больше, между тем, как тот теряет и тот, что получил. Впрочем, праздолюбца, кроме этой потери, ожидает еще невыносимое мучение и вместе с мучением приговор страшного осуждения. Негодного раба, говорит он, выброси во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Видевший, что не только чищник, любостяжатель и делающий зло подвергнется ужасничному мучению, но и тот, кто не делает добро. Итак, будем внимать словам этим. Пока есть время, будем стараться о нашем спасении. Запасем елей для светильников, будем приобретать на талант. Одетым нечистое платье, обвинив самого себя и однако же не получил никакой пользы. Имевший один талант, возвратил веренный мусерброд и был осужден. Умоляли также и девы, приступали и стучались, и все тщетно и напрасно. Итак, зная это, употребим и деньги, и старания, и покровительство, и все на пользу ближнего. Под талантами здесь, разумеется, то, что находится во власти каждого. Или покровительство, или имение, или научение, или что-нибудь подобное. Поэтому никто не должен говорить, я имею один талант и ничего не могу сделать. Можешь и с одним заслужить одобрение. Ты не беднее той вдовицы, не ниже по званию Петра и Иоанна, которые были из простого народа и не образованные. Однако за то, что были усердны и делали все для общего блага, получили небесное наследие. Подлинно ничто так нелюбезно Богу, как полезное для всех жизнь. Потому-то Бог дал нам и дар слова, и руки, и ноги, и крепость телесную, и ум, и разумение. Чтобы все это употребляли мы для собственного нашего спасения и для пользы ближнего. Слово нужно нам не для одних только песнопений и благодарений, но полезно и для научения и утешения. Если таким образом пользуемся им, то соревнуем Господу. Если же напротив, то дьяволу. Так и Петр, когда исповедовал Христа, назвав Его блаженным, как сказавший по внушению Отца. Когда же Он устрашился креста и отрекся, то был жестоко укорен, как поступивший по наставлению дьявольскому. Итак, если за слова, сказанное по неведению, такое осуждение, то какое заслужим прощение мы, когда во многом погрешаем произвольно. Будем же говорить так, чтобы само собою видно было, что мы говорим слова Христовы. Я не тогда только произношу слова Христовы, когда говорю «встань и ходи», или когда скажу «тавифов, встань», но и преимущественно тогда, когда будучи злословим, благословляю, и когда будучи оскорблен, молюсь за оскорбившего. Прежде я сказал, что язык наш есть рука, касающаяся ног Божьих. Теперь же еще более скажу. Язык наш подражает языку Христову, если прилагает надлежащее старание о том, чтобы произносить угодное Ему. Какие же слова по Его воле мы должны произносить? Слова преисполнены милосердия и кротости, подобные тем, какие Он произносил своим оскорбителям. «Во мне беса нет», говорит он, Евангелие Теана, 8 глава. И еще, если я сказал худо, покажи, что худо, 18 глава Евангелия Теана. «Или ты так говоришь, если ты и ты так говоришь, если говоришь для исправления ближнего, то имеешь язык, подобный языку Христову. Аминь». «Сейчас совершим литию». Спасибо.